Добрый день! Сегодня мы с вами научимся делать вот такие фиалки из бисера, в данном случае у нас выполнена в виде брошки, а мы же сегодня с вами сделаем резиночку для волос. Для этого нам нужна проволока, бисер, один зеленый, другой, мы будем использовать сиреневый, также желтенький бисер, нам понадобятся кусачки и простая резиночка. Работу мы начнем с выполнения лепестков. Для этого мы наберем на конец проволоки, проволоку я отрезала буквально сантиметров 30, этого будет достаточно. Наберем на проволоку 7 бисеринок сиреневого цвета и сомкнем в круг. 4, 5, 4 и 7. Сомкнем в круг, вот таким образом, и скрутим. Получился у нас вот такой кружочек. И оставили хвостик буквально, ну не больше 10 сантиметров. Теперь еще раз закрепим, чтобы она у нас не разъединялась. И на длинный хвостик надеваем столько бисеринок, чтобы при обхвате она у нас полностью перекрыла, но при этом не сжала. Мне понадобилось 15 бисеринок, чтобы сделать обхват. Теперь мы так же закрепляем. Буквально 3 раза я скрутила, у нас начинает уже получаться лепесточек. Теперь нам нужно сделать третий круг, точно так же. В третьем кругу я набрала 23 бисеринки. Мне это было достаточно. Так же закрепляем. Вот получился наш один лепесточек. Дальше можно прокрутить немножко, чтобы у нас две вот эти проволоки немножко соединились. Вот таким образом. И таких лепесточков нам нужно сделать 5 штук. Вот у меня получились такие красивые лепесточки. Сейчас мы их пока отложим и начнем делать листики. Для того, чтобы сделать листики, так же возьмем проволоку сантиметров 30. Наберем сейчас 8 бусинок зеленого цвета. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот я набрала бусинки. Теперь здесь оставляем хвостик сантиметров 5 будет достаточно. Здесь делаем вот такую петельку и здесь делаем закрепку. То есть очень плотно, можно вот так пальцами придержать и несколько раз перекрутить, чтобы она очень плотно была и не распалась. Теперь петелька у нас будет внизу, а в этот хвостик будет вверх. Теперь длинный хвост мы набираем столько бусинок, чтобы нам получился полукруг и при этом не сдавливало. Для первого закругления мне хватило 9 бусинок. Теперь мы здесь так же 1, 2, 3. И теперь в другую сторону, в первую же сторону петельки, мы тоже набираем примерно 9 бусинок, чтобы у нас получился симметричный полуокружный. Вот посмотрите, как должно получиться. То есть теперь мы уже пришли в сторону хвостика, в сторону петельки, так же закрепляем буквально 3 раза. Теперь внимание! Нужно на свободный хвостик надеть 2 зеленых бисеринки, чтобы у нас листочек начал в эту сторону более остро загибаться. То есть здесь будет у нас более под прямым углом, а здесь уже острее. Вот как получилось. Теперь так же набираем бисеринки, но при этом мы уже ведем выше вот этих двух. То есть так же полукруг сюда и обратно возвращаемся. Когда мы закончили этот полукруг, то теперь мы так же надеваем сюда только одну бусинку, так же идем до нее и обратно. Делаем это самостоятельно. Вот у нас получился вот такой листочек, теперь нам нужно сделать второй такой. Теперь нам нужно сделать зачинку для этого необходимо уходить в 20-20 м. проволоку и набрать 7 бисерин и сомкнуть в круг. Получилось еще два хвостика, на которые так же набираем 7 бисерин и сомкаем в круг и вместе в круг. У нас получилась вот такая тычинка. Теперь нам нужно у листочков согнуть проволоку под углом 45 градусов, так будет удобнее их собирать. Теперь нам нужно соединить листочки между собой. Сначала делаем по два вместе, а потом все. Получился вот такой цветок и к нему присоединяем листочки, точно так же как и на этой брошке. Вот мы соединили все детали, теперь нам нужно приделать их к резинке. Для этого мы берем и обматываем на сколько раз на одном месте проволоку вокруг резинки. Вот так мы обмотали и лишние хвостики можно обрезать. Для того, чтобы проволока на резинке не цеплялась, можно взять письмо и обмотать вокруг корчащей проволоки несколько раз. Всю проволоку обмотали, теперь здесь делаем узел двойной. И обрезаем лишнее. Кончики тесьмы можно подплавить... Тьфу блин... Кончики тесьмы можно просто подплавить. Вот такой цветок у нас получился. Продолжение следует... Продолжение следует...